Привет, друзья! Я Дарья Позняк, и сегодня давайте что-то быстренькое порисуем. Вообще, я не планировала сегодня снимать видео, я настраивала оборудование, у меня еще летом пришло на камерные мониторы, вот только сегодня в итоге я с ним разбиралась, все подключила, все подвесила, я, конечно, жуткий тормоз, но не суть. В моей жизни перемены, и я надеюсь, что это время, которое я не выкладывала в видео, оно все равно для меня очень эффективно, очень много принесет еще в мою жизнь, и я вам об этом позже обо всем расскажу. А сейчас давайте что-то быстренькое порисуем. Смотрите, я разбирала шкафы и нашла ксерокопии из книги Аксенов. Вот такие вот портретики стилизованные, мне вообще очень нравится вот эта стилизация. Давайте мы какие-то портретики попробуем сейчас повторить. Одним цветом, гризалькой. И у меня такая ноунейм бумага, какая-то акварельная, очень старая бумага, видите ее оттенок. Кусочек был приклеен скотчем на пк стеклу, и я даже думаю, что буду ей с трудом отдирать, потому что приклеен он был давно, поэтому давайте что-то нарисуем, а потом уже я буду отдирать и мучиться. Вот этот портретик, я с него начну, потом, если мне захочется, я сделаю еще. Также за это время у меня пришли новые кисточки с моим, смотрите, логотипом. Я их еще не пробовала, взяла на пробу вот такие кисти. Если мне понравится, я потом вам расскажу, как с ними что, как они получились, и как я ими довольна или не очень. Так, я забыла взять салфетки. Так что мы будем без салфеток, потому что мне лень монтировать видео лишний раз. Так, все надо подвинуть, а то я залью розетку. Так, вот тут у меня, значит, красочка калорельная догрезали. Тут у меня вот так все будет. И все, кисточки на всякий случай кинули, вот вдруг там какая-то осталась у них клеевая основа. Давайте погнали. Так, я поглядываю в мониторно-камерный на всякий случай, не садится ли у меня батарейка, потому что зарядила я все это дело очень мало. И вообще давно не снимала, могла забыть, что включить там микрофон, но кажется, я все включила. Итак, в целом, стараюсь взять портрет, положу это горизонтально. И стараюсь наметить. Так, тут у меня ухо одно, тут ухо другое. Носы пошли, глаза, нос, как-то так примерно. Я вот взяла, смотрите, широкую кисть, мне хочется сразу ей делать сразу пятновые такие заливки. Ну, сейчас посмотрим, насколько я накосячу. В принципе, это видеопробное, это просто как бы для того, чтобы вспомнить вообще, как рисовать. Кстати, это на самом деле кажется, что профессионал, он как бы взял и начал, несмотря на перерыв. Да, тело помнит, это как с вождением, если вы долго не водили, но у вас есть довольно большой опыт. Вы сели, как бы руки потеют, мозг боится, все боится, но при этом руки нажимают, ноги нажимают, и получается, что на автопилоте ты едешь. И здесь примерно так же, то есть если есть довольно долгий опыт, то несмотря как бы на промежутки, все равно тело помнит, реакции остались, и это отлично. Да, бумага какая-то странная, поэтому у меня было несколько таких планшетов натянута, таких вот для этюдов. Я не стала использовать, потому что бумага такая, видите, вот она как будто вот клея там много, жирового какого-то, даже я бы сказала, слоя, видите, она пупырки такие оставляет. Ну, в принципе, мне сейчас это особо без разницы. Я вот пытаюсь тут большой кистью, кстати, кисть довольно удобная, несмотря на то, что она большая, вы видите, что я, в принципе, управляюсь ей довольно удачно. Глаза посадили. Так, тут какая-то у него лохматая бровь, суть по всему. И симметриями с симметриями, то есть если я тут делаю лохматую бровь, значит здесь тоже надо сделать лохматую бровь. Так, вот здесь, вот так, чуть поменьше лоп, это уже теневая пошла, да, хорошо. Значит, что, я хочу вот здесь все закрыть, видите, как бумага не хочет, она сопротивляется. Ну, я по сухому работаю, в принципе, мне без разницы, я вам уже сказала, как тут все у меня ляжет. Вот здесь под подбородку у меня пойдет тень. Ну, для этюда, для быстрых зарисовок бумажка нормальная, все, он не выбрасывает же ее. Надо уже что-то нарисовать. Вот так, да, и планшетик освободится. Хорошо. Теперь я хочу, давайте я попробую другой кистью. Вот такая у меня еще есть интересная. Смотрите, какая длинная, но при этом довольно толстенькая. То есть она и пигмента должна много держать. Давайте попробуем, как она будет. Например, кончика. Как я уже сказала, салфетки я забыла взять, но я за ними не пойду. Я попробую справиться и так. Так, попробуем теперь более тонкую деталировку сделать. Тем, кто только что включил, напоминаю, я взяла иллюстрацию, ксерокопию из книжки автора Аксенов. Мне очень нравится его книга, его манера, стилизация со времен института. Очень мне нравится этот подход. Не могу сказать, что я... Мне нравится, как обобщается все в пятно, сохраняется характер, при этом минимальными средствами. То есть теневое пятно, световое пятно, при этом классный характер проявился. Ну, то есть это шикарно. Вот, я люблю как-то так, минимальными средствами. Потому что понятно, что если мы наводим там живопись, у нас там миллион слоев и так далее, оттенков, модуляций всяких. Так, это понятно, что можно добиться. Но если можно добиться того же самого минимальными средствами, то, конечно, лучше добиться этого минимальными средствами. Зачем нам усложнять? Так, шириной кисть, в принципе, кладешь тоже. Неплохо. Сейчас я буду какую-то более интересную гению вывести. Вот, подчеркнуть. Так, вот здесь вот какая-то кудряша. Здесь вот так. Вот это все идет вот отсюда. Волосы. Вот отсюда идут. И вот эту пластику хочется передать. А здесь они уже в пятно заливаются. Да, длина лата кисть немножко непривычна, но идет очень пластично. И, в принципе, мне не надо с ней ругаться. Она двигается, в принципе, так, как я хочу. То есть кисточки у меня претензий нет. Итак, половиночку мы сделали. Давайте теперь двигаться на вторую половину. Так, мне теперь нужно удержать симметрию. Кисть довольно большая, вы видите, что... Если бы я хотела прям супер, прям детально, все точечно, мелочно, мелко-мелко прорисовать, мне бы, конечно, логичнее было бы взять кисточку поменьше. Но вы же знаете, я маленькие не люблю, я же люблю рисовать бревно. Давайте попробуем, что у нас из этого бревна получится. Бревно довольно удобное, кстати. Кстати, я уже снимала на обзор на кисти этого продавца. В инстаграме можете у меня посмотреть, я на него подписана, мастер кисти. У него называется аккаунт. Кисточки очень хорошие, цены очень вменяемые. При этом вы можете отправить фотографии кистей любого производителя. И он вам сделает свой аналог, так как он поймет эту кисть, попытается сделать максимально ее приближенно. Дальше уже вопрос, насколько получится. Но я вот уже сколько заказывала, у меня пока посечек еще не было. И по цене его кисти выходят просто на порядок дешевле. Очень доступно по деньгам. То есть даже если вы возьмете на пробу несколько кистей, там 3-4 кисточки из них, одна, кажется, не суперидеально получится. Не так вы планировали, вы все равно в цене выиграете. Потому что все остальные получатся нормальными. Вот. А у производителя кистей, которые вот как бы кисточки, могут быть и по 6, и по 8 тысяч. Я, в общем, очень рекомендую обращаться, потому что люди, которые качественно работают, стараются выполнять свое дело хорошо. Со временем их услуги будут становиться дороже. Вы же это понимаете. И такой возможности заказать любую кисть, какую вы только можете подсмотреть в других дорогих фирмах, попросить ее для вас выполнить в любом материале, из любого ворса, который у него в данный момент есть в наличии. Вы же понимаете, что такая возможность будет по доступной цене не всегда. То есть в какой-то момент он совершенно оправданно поднимет цены, и тогда уже такой возможности попробовать кисточки на заказ у вас не будет. Кстати, обратите внимание, у меня же на всех кистях сделан мой сайт. Сайт выбит на всех кисточках. Я у него заказала штамп, любой текст, любым шрифтом. Он его сделал. И теперь на все кисти, которые я у него заказываю, он шлепает мой логотип. Причем шлепает логотип абсолютно бесплатно. То есть я только однажды заплатила за штамп. И что-то вполне как-то довольно доступно я заплатила. Не знаю, сколько сейчас у него это стоит. Это моя собачка, конечно же, тут решила влезть. Мне кажется, я заказывала порядка тысяч полторы, наверное, я заплатила за сам штамп. С учетом того, что его потом шлепают на все мои кисточки, это довольно недорого. Я не знаю, как у него сейчас подорожало это или нет. Но мне нравится такая возможность, что я могу... Я думала, что я буду для учеников какие-то наборы кистей делать со своим логотипом. Сейчас у меня как бы такого, не знаю, нет такого особого желания. Ресурсы на это, но посмотрим. В любом случае, если вы захотите у него заказывать, и вдруг вы захотите кисточку с моим логотипом, как, например, моя хорошая подруга Жесенок, она, заказывая у него кисти, попросила ей шлепнуть мой логотип. Мне очень приятно, конечно. И, кстати, эти кисти я получила через нее. То есть она делала у него заказ, я к этому заказу примазалась, и она мне еще с доставкой эти кисти домой привезла. То есть вообще шикарно было. Так, она бессовестная собачка там выеживается. А я пока болтала, заканчиваю. Смотрите, я повторно прохожусь, где мне нужно, так уже погуще, как гуашкой. В принципе, кисточка мне нравится. Немножечко у меня такой хаос в глазах получился. Наверное, нужно шлепнуть зрачки, что ли, одинаковые, как-то посадить, чтобы выдержать какую-то симметрию. Давайте попробуем. Потому что как таковых зрачков я не нарисовала. Вот так я сделаю зрачки. Не знаю, кстати, как это высохнет. Ну, в принципе, я, кажется, симметрию это удержала. Как это высохнет и как это будет смотреться, еще под вопросом. Хорошо, давайте нарисуем еще одного. Итак, посмотрим. Вот с этого образца я буду рисовать. Сейчас вот тут немножко высохнет, и ей можно будет пониже спустить, положить поверх. Так, начну лёгкой линией. Намечать. Тут нужно у оси обязательно задать оклон голову. Так, тут ухо где-то у него не особо прорисовано. Нужно наметить. Голова. Это затылок. Но так как каска, тут она нас будет все время смущать. Поэтому иногда задавайте себе вопросом, что именно его голова, а что каска. И голову лучше все-таки наметить хотя бы легко, чтобы не сбиваться потом с этих ориентиров. Так, тут у меня не высохла еще. Так, можно подвинуть чуть-чуть. Хорошо. Итак, что вам рассказать, пока я буду рисовать? Я ушла все-таки с головой в науку Васту. И все принципы пробую. Применяю в доме все, что могу. Работает классно. Мне нравится. И без этой как бы науки я уже не могу. То есть, меня засосало, скажем так. Потому что есть эффект. Есть всякие теории, всякие техники, про которые много говорят, но которые не работают. Вот. А есть вещи, которые работают, которые именно у меня сработали, продолжают работать, и которые я все время применяю. Вижу их результат. Поэтому они меня очень радуют. Я всем советую. И сама делаю, что самое главное. Вот. Поэтому я вам еще много буду про Васту рассказывать. Потому что, наконец-то, мои желания стали исполняться. Именно благодаря этому. Если будет интересно, пишите в комментариях, пишите в соцсетях. Я об этом тогда буду снимать. Просто у меня канал как бы про рисование. И мне не совсем понятно, что я могу вам тут болтать. На какую тему, на какую не могу болтать. То есть, я болтать-то могу. Любую тему, какую мне захочется. Но интересно ли вам будет слушать, то, что я болтаю. Вот это уже вопрос. Так. Ну, легонечко я наметила какую-то симметрию в глазах. Давайте еще губы посадим. Шелтипо подбородок. Тут у него, похоже, шапка тканевая, одетая под всю эту каску. Под эту жесткую конструкцию уже. Как-то так, наверное. Здесь все в тень. В тень. Тут чуть-чуть ухо выходит. Когда вы рисуете портрет, старайтесь не делать сразу детали. Видите, я все равно от общего к мелочам иду. То есть, я все равно в целом сначала намечаю. И стараюсь... Ну, вы видите, я без карандаша рисую. Стараюсь не... не делать это все темным очень. То есть, у меня какой-то средний тон, который я потом буду утемнять. Чтобы, если у меня где-то ошибка, а они обязательно будут, чтобы более темным тоном я могла потом перекрыть. и это не смотрелось так ужасно. Вот. И плюс, вы видите, все-таки я иду от больших пластиковых к маленьким. То есть, видите, я как бы лицо наметила, но на самом деле я его еще не прорисовала. Мы только это будем с вами делать. Вот тут, кстати, я с каской накосячила. Значит, ухо заканчивается здесь. То есть, вся каска должна закончиться вот здесь. Вот тут вот аж. Да, и вот эта вот белая штучка, толщиночка, должна пройти вот сюда. Ну, ладно, в принципе. Это не проблема. Не считаю. Мы, кстати, можем вот здесь вот залить просто фон. Сделать фон. И потом, когда вторым слоем я пойду утемнять, я утемню то, что нужно. А все остальное останется фоном. Так. Кстати, вот эта кисть, в принципе, очень приятная. Очень приятная она. Так, ну что, давайте более конкретненько попробуем лицо порисовать. Потемней, поярче. Не знаю, подойдет ли кисточка мне для такой деталевой зац. попаду ли я в такой мелочи. Верхнее веко. и здесь все заливается в одну тень. Мы так и сделаем. Пять. Пять. что я могу сказать, довольно удобно проверять фонокамерный монитор. Я его подвесила себе прямо вот сбоку у лица. Чуть-чуть получается глаза поднимаешь и видишь, идет запись или не идет. Если вам, кстати, про мою технику что-то будет интересно, какие-то вопросы тоже пишите, потому что я сама очень страдаю от того, что некому задать вопросы. Те, за кем я слежу, они немножечко на другие вещи освещают. У них свои задачи. У меня свои. прям вот так вот прям задать вопрос, как правило, некому. Все сама, все в интернете, по крупицам, поэтому, если у вас есть какая-то похожая проблема, если я смогу вам помочь, пишите, так как это действительно очень тяжело девочкам самим разобраться. И какой у нас первый закон кармы? хочешь, чтобы у тебя что-то в жизни произошло, помоги кому-то другому это получить. И тогда у тебя это случится тоже. Поэтому я сейчас испытываю тоже некоторые технические проблемы, я не могу решить какой-то определенный вопрос. если я могу вам чем-то помочь, пишите. Может быть, мне кто-нибудь когда-нибудь тоже с моим вопросом поможет. или я как-то меня выведет случайно куда-то я ткнусь на какой-то ролик, где какой-то человек, какой-то блогер, такой большой молодец, опишет именно мою задачу и расскажет, как ее решить. так, я уже пошла вторым слоем, вы видите, что я ту же кисть использую, она довольно большая, но у нее хороший кончик, я вообще на эту кисть почти не ставила, когда кисточки заказывала, я ее так в последний момент кинула, думаю, так, давно я смотрела, как это называется, кошачий язык, или как, давно хотела попробовать, ну, как так, особо на нее ставку не делала, а сейчас вот работаю и смотрю, знаете, очень удобно, то, что можно шириной положить, правда, не знаю, как быстро она сотрется, что можно положить шириной, получить большой мазок, что у нее очень хороший кончик, я, в принципе, везде попала, где хотела, практически точно, не хуже, чем те круглые кисти, которыми я пользуюсь, тоже довольно большие, потому что маленькие, я недолюбливаю их, поэтому вы можете видеть, что у меня все получается, с этой кисточкой ухо я посажу в тень, не хочу, чтобы она мне тут звенела, так, вот тут по одежде надо пройтись и по подбородку, у меня несколько сложилось, почему-то вот это тоже надо брать в тень, двойные подбородки у меня повлезали тут, наверное, мне этого не нужно, и одежду наметим, и вообще я сейчас сидела и думала, что же делать, технику я настроила, что рисовать, я не знаю, плана у меня никакого нет, которому бы хотелось придерживаться, я сидела и думала, потом я подумала, что, наверное, не важно сейчас, что я буду делать, главное просто что-то начать, и тогда у меня энергия пойдет, и действительно так и есть, я вот рисую, и думаю, как здорово, что я просто открыла шкаф, посмотрела с вопросом, что бы можно было нарисовать в этот шкаф, и увидела какие-то варианты, хотя на самом деле я в поисках фотографий открыла шкаф, то ли видите, какие классные я ксерокопии нашла, из которых можно порисовать, так, ну в принципе все, вот здесь вот немножко часть шапки хочется затемнить, чтобы она вот эта строма, чтобы все-таки начинала в тень уходить, и вот этому тканику не мешала, пусть она вот так вот уходит уже здесь, даже вот так сделать, вот так у нас получилось, смотрите, сейчас я каску еще подправлю, ну кстати, нет, кстати, каску все равно вот сюда надо выводить, вот так, иначе она какая-то куция получается, и там она заворачивается, тут ухо, теперь нужно поставить подпись, давайте какую-то из маленьких попробуем, вот такую вот козявку я заказала маленькую, да, бумажка, конечно, довольно сомнительная, да, да, все, друзья, с вами была Дарья Поздняк, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok